Здравствуйте, друзья, добрый вечер. Вы знаете, что когда обвалился интернет-бум, это было начало 2000-х, я как-то вот так, не зная, чем заняться, был в поиске и вот стал заниматься страхованием. В основном, лично я занимался страхованием бизнеса, но агентство моё страховало всё подряд, так сказать, молотили, что могли. И вот 7 лет, 7 лет я этим занимался и писал об этом много, в частности, под любым видео нашим в наборе ссылок есть ссылки на мою статью по страхованию. Есть довольно много на эту тему в моей книжке, так сказать, в мемуарной. И ссылка на эту книжку тоже есть под любым нашим видео, поэтому если кто-то хочет так уж глубоко забраться, значит, пусть почитает. Ну вот вопрос возник, человек написал, я поначалу как-то не знал, как реагировать, потому что вопрос был такой вот, вы с вашим опытом страхованием, расскажите вообще, что такое страхование, а то вот все пишут там про страхование автомобилей, страхование домов, страхование там мотоциклов, а вообще что такое страхование? И я поначалу как-то думал, ну что ж тут скажешь-то, ну так как бы просто все, а потом, в общем, подумал, что есть вещи, которые достаточно общие, но которые интересны для понимания. Значит, давайте мы так начнем, что сама идея страхования, не углубляясь в историю этого, состоит в том, что большое количество людей складывают денежку в общий котел, и за эту маленькую денежку они могут получить компенсацию довольно существенную, случись чему-то существенному произойти. Ну, допустим, дом сгорел, надо построить новый дом, для этого нужно 500 тысяч долларов. Сколько стоит такая страховка, которая позволит потом получить 500 тысяч долларов на строительство? Эта страховка может стоить в год, например, там, не знаю, 800 долларов, или даже 650, ну, зависит от разных обстоятельств, ну, это недорого, ну, понимаете? Притом, эта страховка покрывает не только строительство дома, если он сгорит, эта страховка покрывает имущество, которое находится в доме, она покрывает имущество, которое не находится в доме, например, допустим, у вас из автомобиля украли лэптоп, который там лежал в чехле, лэптоп покрыт страховкой дома, не автомобиля, если он был, если что-то встроено в автомобиле, это страховка автомобиля, а если он там лежал, то вот любое имущество, которое находится там, в транзите, где угодно, буквально памятник на кладбище, который ваш, тоже покрыт страховкой дома, ну, не ваш личный, конечно, вот, значит, поэтому человек заплатил бы 700 долларов в год, или 600, или там 700, ну, неважно, это небольшая сумма, но в случае с чего у него есть аж полмиллиона, чтобы дом перестроить, а бывает, что и не только перестроить, бывает, украли что-то, даже не обязательно в доме украли, а еще где-то украли, и пошло, и поехало, и поехало, и поехало, значит, вплоть до того, что забор там ветром сбросил, знаете, там, ну, в смысле, упал забор, был сильный ветер, забор упал, дерево упало на крышу, там, пробило крышу, ремонт, все оплатил, значит, в этом идея, значит, что существенно? Существенно, что в основе вычисления цены, то есть по какой цене компания готова вам отдать это все, страховку, это вопрос чисто статистический, значит, они смотрят на то, значит, с какой вероятностью это происходит, какая, значит, сумма обычно, да, вот в этих клеймах, да, когда страховой случай, значит, какие, какая сумма претензий, по каким конкретно статьям это происходит, они смотрят на географию, например, допустим, в Сан-Франциско страховка на автомобиль может стоить, там, ну, в полтора-два раза дороже, чем вот тут, где мы с вами сейчас едем по Кремниевой долине, потому что в Сан-Франциско вандализма много, и таких аварий маленьких тоже много, то есть география тоже влияет, то есть у них много-много есть факторов, которые принимаются во внимание вот этими актуариями страховыми, и вот они эту статистику собирают, подбирают, и эта статистика, она как бы шерится между страховыми компаниями, это не то, что вот одна знает, а другим не скажет, ну, скажет, но в основном, вот, и в зависимости от того, как они этот риск воспринимают, они его оценивают денежно, оценивают его денежно, поэтому есть специальные виды страхования, там, например, от землетрясения, да, вот, вот тут дом стоит, значит, здесь не нужно, а вот такой же точно дом вон там стоит, там нужно, там на разломе каком-нибудь, или там, допустим, ручей рядом идет, тогда нужно, нужна страховка от наводнения, большинство людей никогда бы никаких страховок вообще не покупали, вот так, по совести, потому что ты сегодня платишь деньги за то, что может быть в будущем тебе что-то понадобится, это концепция, которую человеческая психология совершенно не принимает, это есть, конечно, извращенцы, да, ну, нормальный человек, он пойдет сразу пропьет, чем будет чем-то ерундой какой-то заниматься, но дело в том, что тут возникают требования, например, когда банк дает вам деньги на строительство дома, я извиняюсь, дает вам деньги на покупку дома, ну, и на строительство, на покупку дома, банк говорит, если Вася не сможет платить, а дом сгорел, например, да, а чему нужно в другом доме жить, у него уже денег нету мне платить, значит, банк говорит, я должен иметь возможность вернуть свои деньги, поэтому банк не даст вам денег на покупку дома, если у вас не будет страховки, вот, там, пожары, и там, они могут еще сказать, что в этой зоне нужно и наводнение, и там, и землетрясение, и все что угодно, вот эти страховки, пока у вас не будет, значит, соответственно, они вам денег не дадут, поэтому вы, хочешь не хочешь, пойдете покупать, страховка автомобильная, там есть закон, в каждом штате есть свой закон, вот, в штате Калифорния есть закон, который устанавливает минимальное покрытие, вы не имеете права выехать на дорогу без того, чтобы иметь страховку вот с этим минимальным покрытием, оно действительно смехотворно маленькое, честно сказать, то есть, не дай бог вам куда-то влететь, страховка эта мало чего за вас покроет, вот с этим минимальным покрытием, но, тем не менее, она обязана быть, да, обязательное автомобильное страхование, ну, и так далее. Что еще интересно, есть такие страховые компании розничные, как бы, да, они имеют дело с живым клиентом, с вами, со мной, там, с кем угодно, агент приходит, или, там, брокер приходит, смотрит, значит, и определяет, там, ну, берем, не берем, там, подсчитывает цену и так далее. И это, как бы, компании, которые имеют дело с населением. Их очень много. Я, когда этим занимался, я помню, статистика была, что их, там, чуть ли не 3000 в США, там, этих компаний, самых разных на все случаи жизни, маленьких, больших, там, и так далее. Есть небольшое количество компаний, которые обслуживают весь мир. По-моему, 19, или было 19 на тот момент. В основном, это не американские компании, и они называются re-insurance, то есть, перестраховые компании. Не страховые, а перестраховые. Значит, что получается? Допустим, компания Farmers Insurance, брокером которой, агентом которой я был, компания Farmers Insurance страхует, там, какой-то риск. И берет за него, там, допустим, тысячу долларов. Что она делает после этого? Значит, 200 долларов, допустим, она себе удерживает за работу, которую проделал агент. Ну, я условно говорю, 200. А остальные 800 долларов она делит на две части. Она 400 долларов себе оставляет, а еще 400 отдает в эту re-insurance компанию. Которая берет на себя половину риска. Понимаете, как интересно получается? То есть, если дом сгорит, и такида потребуется, там, миллион долларов, то половина, значит, полмиллиона придет от другой компании, а еще полмиллиона уже от этих, от самой компании Farmers Insurance. Компании эти, страховые, которые тут у нас в Америке, в соответствии с законом, для того, чтобы функционировать, они должны иметь какую-то наличку. Вот в случае чего, а у них есть деньги, прямо живьем деньги. Вот они раз, вынули и отдали деньги. Эти деньги обычно не лежат вот так, в золотых слитках, а они лежат в виде каких-нибудь государственных облигаций, то есть каких-то, может быть, не дающих особого интереса, там, существенного ценных бумагах, но которые мгновенно конвертируются, вот они безопасны, они гарантированы, они быстро конвертируются в живые деньги, в случае с чего, и так далее. Так, это так называемые резервы. Резервы. Страховая компания не может застраховать больше, чем ей позволяют ее резервы. Понимаете, как интересно. Значит, соответственно, если государство в какой-то момент изменяет требования к резервам, то, соответственно, стоимость страховки растет. Вот в какой-то момент, я помню, страховые полисы на 30 лет жизни, страхование жизни, там как-то увеличили требования к резервам. Бах, увеличилась стоимость страховых полисов на 30-летний срок. Представьте себе, что в Париже молодые люди там пошли и сожгли, не знаю, там, 500 автомобилей в течение недели громили, сжигали, туда-сюда. В связи с этим, страховые компании, которые там были, должны выплатить, там, скажем, на, я не знаю, пусть будет миллиард долларов убытков. Полмиллиарда долларов ложится вот на эти 19 компаний перестраховых. А у них ведь тоже есть требования к резервам, которые у них есть. Когда случается что-то неожиданное, вот такое, так же, как, например, случилось 11 сентября, да, терроризм не был включен, они не брали за него денег, но у них есть резервы. Значит, им государство сказало, будете платить, несмотря ни на что. Они из своих резервов выплатили, но им же надо резервы пополнять, соответственно, увеличивается стоимость перестрахования. Смотрите, что происходит. Где бы в мире, чего бы ни произошло, Это ударяет вот по этим 19 компаниям, которые должны теперь поднять, ну, компенсировать то, что они взяли из резервов. Соответственно, растет стоимость перестрахования. Стоимость перестрахования переходит на нас с вами, на всех, кто покупает розничный страховой продукт. Значит, на нас все это влияет. Вот примерно так это происходит. Что еще сказать? Когда вы имеете дело с приобретением страховки, вы имеете выбор. Значит, есть три типа страхования, три типа отношений при страховании. Первое отношение – это брокер. Брокер – это независимый человек. Он может вам продать страховку, там, не знаю, трех, пяти, там, двадцати пяти разных компаний. Он на вашей стороне. Это ваш личный, так сказать, человек, он вам помогает. Агент компании. Агент является агентом этой конкретной компании. Это такие компании известные. Кстати, самые большие известные компании – это компании, у которых есть собственные агенты. Это Allstate, это State Farm, это Farmers. Вот это три самые большие компании в Америке. И у них свои агенты. Так называемые Captive. Эти агенты не могут предлагать своим клиентам продукты других компаний. Вот, допустим, если в компании Farmers повысили цены на что-то, то, ну, или вы будете больше платить, или вам придется уходить от этого агента. Этот агент вам больше не продаст ничего. Но если вы у брокера, и, скажем, компания Safeco повысила цену, вот, то вы можете, тот же самый брокер может вас перебросить в компанию, там, Progressive, например, да, где вам будет подешевле. Вот, собственно, такая история. И плюс, компании специализируются на разных рисках. Получшие риски, похуже риски. Поэтому цены у них разные. Если компания, например, специализируется на хорошем риске, на низких рисках, она и денег меньше берет. Но вы должны квалифицироваться. Понимаете? Поэтому, если вы хороший риск, у вас, никогда с вами ничего не случается. И вы находитесь в компании, которая специализируется не в самом хорошем риске, то вы просто будете больше платить. Потому что только компания, которая специализируется в малых рисках, в низких рисках, и которая распознает вас, как объект, так сказать, невысокого риска, вот они вас возьмут с лучшей ценой. Если компания не знакома с каким-то риском, вот что-то такое есть, но они плохо это знают, они цену утроют. Просто, чтобы не рисковать, не связываться, это просто такая техника такая. Вот, если они хорошо знают этот риск, они давно в бизнесе, у них большая статистика, они хорошо понимают, что делают, они могут вам и в половину цены, и в треть цены отдать, просто потому что они понимают, что делают. Поэтому вот такая вот картинка. Вот, а в конце я вам скажу, первое, читайте то, что я написал, то, что я вначале сказал. Второе, если подробности интересуют. Второе, имейте профессионала на своей стороне, агента, брокера, да, значит, независимого или зависимого. Тем не менее, вы видите, что, казалось бы, Кептив, то есть у них продукция только вот одной конкретной фирмы, но в основном страна страхуется у них. Это хорошие фирмы, у них хорошие продукты. Понимаете, они дадут фору многим, независимым там и так далее. Поэтому тут нельзя сказать однозначно, какой лучше. Вот, зависит от вас, где вы находитесь, с каким агентом вы работаете. От одной компании три разных агента могут дать вам цену, отличающиеся вдвое, втрое и вчетверо. Один скажет 500, другой скажет 1000, третий скажет 2000 от одной и той же компании. Это не вопрос только компании, это вопрос еще агента, с которым вы имеете дело. И как он там работает с этим софтвером и так далее, и так далее, и так далее. В общем, всякие есть тонкости. Поэтому иметь брокера на своей стороне неплохо, или агента на своей стороне, это уже не важно. Там по рекомендации обычно берут профессионалы, так же как риэлтора, так же как врача, бухгалтера и так далее. Это такой мир, где берут по рекомендации. Вот, страхование не исключение. Так что, друзья, вопросы есть? Задавайте. Ну, вообще, я все, что мог сказать, уже сказал раньше и написал. И, в общем, я не думаю, что я так по ходу дела больше скажу. Если так частный вопрос небольшой можете написать, я тут же отвечу. А если хочется поглубже, я считаю, что я сделал такую работу... Я доволен, короче, тем, что я сделал. Я не знаю никаких других ресурсов, где вы прочтете о страховании на русском языке, то, что написал я. Такая история. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова